Здравствуйте, меня зовут Джейсон Липский. Здравствуйте, меня зовут Джейсон Липский. Какая-то дурацкая маска. Я Никита Липский. Я работаю над проектом XLSIRJET. Это GVM со статическим компилятором. Кстати, кто здесь в курсе, что такое XLSIRJET? А у кого в университете был спецкурс по компиляторам? Ого, ничего себе. А кто разбирался в внутреннем устройстве GVM? Ну, кто-то разбирался, может быть что-то нечинтересно. Но всем остальным мы сегодня будем пробелы в образовании исправлять. Мы будем... Какой-то скучный слайд. Скучный. О, это гораздо интереснее. Итак, встречайте. За динамические компиляторы выступает Фредди Крюгер. За статические компиляторы выступает Джейсон Фухес. Бурные аплодисменты. Итак, все мы пишем программы на каком-то языке программирования. Ну, вот беда. Компьютер, на котором должны исполняться эти программы, не понимает одного языка, на котором мы пишем. Поэтому мы применяем один из двух других программ. Первый называется интерпретатор. Она интерпретирует нашу программу, как она есть. Делает она, правда, как-то медленно. Поэтому есть другая программа под названием компилятор, которая транслирует нашу программу в машинный код, который может непосредственным образом исполняться на процессоре. Мы будем говорить сегодня о компиляторах. Но не о всех компиляторах, а о Java компиляторах. Если мы пишем программу на языке Java, то прежде чем ее исполнить, мы должны ее транслировать в так называемый Java байт-код. Это входной язык виртуальной Java машины. Или далее я буду называть JVM. Виртуальная, потому что это не реальная машина, а тоже программа, которая умеет исполнять Java байт-код. Как же она может его исполнять? Во-первых, она его может очевидным образом интерпретировать. Как я уже говорил, это медленно. Поэтому есть другой способ. Она его может компилировать в машинный код и исполнять непосредственно на процессоре. Как же она может его транслировать в машинный код? Во-первых, она это может делать динамически. То есть трансляция происходит во время исполнения программы. Отсюда английский термин just in time, сокращенно JIT. Или статический. То есть трансляция происходит до исполнения программы. Отсюда английский термин ahead of time, out. Собственно, мы дали до сути нашего доклада. Мы будем сравнивать эти два подхода к компиляции Java байт-кодов в машинный код. JIT и out. Или то же самое, но в графическом виде. Сверху здесь нарисовано то, что происходит до исполнения программы. Снизу нарисовано то, что происходит во время исполнения программы. Слева обычный порошок. То есть тот же VM, который вы используете сейчас. Что же происходит здесь? Значит, до исполнения. Ваши исходники транслируются в класс файлы. Класс файлы складываются с жары. Во время исполнения. Классы из жаров загружаются виртуальной машиной. Потом они начинают интерпретироваться, вычисляться с помощью профилировки горячий код. То есть код, который исполняется часто. И он транслируется в машинный код. И исполняется уже на процессоре. Справа супер-дупер-JVM со статическим компилятором. Что же происходит здесь? Как мы видим, трансляция в машинный код происходит до исполнения программы. А значит, ваш код может работать сразу же на процессоре. С самого старта. Но вы скажете, стоп, подождите. А у меня могут быть плагины, которые пишет кто угодно, когда угодно, как быть с ними. И классы, которые неизвестны на момент компиляции, могут обрабатываться JIT-компилятором, который тоже может входить в состав JVM со статическим компилятором. Тема статических и динамических компиляторов часто возникала очень горячей теме под названием «Что же лучше, Java или CC++?» Потому что молчательный компилятор для Java динамический, а умолчательный компилятор для CC++ статический. Эту тему очень хорошо раскрыл на своем докладе Java One 2010 суперзвезда в области компиляции JVM – клиф-клик. Кому интересно, можете найти этот доклад в интернете, или я могу дать вам его ссылку. Здесь же мы будем говорить только об языке Java. Но прежде чем мы приступим к сравнению их подходов в JTA, хочется развеять мифы, которые сложились вокруг статической компиляции Java. Первый миф. Java по сути своей динамическая, а значит, используя статический компилятор, вы тут же теряете ее динамические возможности, такие как рефлекшн или динамическая загрузка. По поводу рефлекшна. Рефлекшн – это просто метаданные. Статический компилятор их может сложить в статические данные исполняемого файла, и JVM со статическим компилятором может использовать эти данные для предоставления возможности рефлекшна. Что касается динамической загрузки. Как я уже сказал, классы, неизвестные на момент компиляции, могут быть обработаны JTOM. Но таких классов мало, очень мало. А значит, сам факт динамической загрузки загрузки не отменяет возможности статической компиляции абсолютного большинства ваших классов. Следующий миф звучит так. Машинный код, он непереносим. А значит, используя статический компилятор, вы тут же теряете основное достоинство Java – переносимость. Ну, во-первых, известный лозунг Java – write once, run anywhere. Пиши раз, исполняй везде. Звучит как write once, а не build once. То есть вы, в принципе, можете скомпилировать свое приложение статически для тех платформ, где статический компилятор есть, использовать обычную JVM там, где его нет. То есть переносимостью все хорошо. К тому же хочу заметить, что вендоры Java-приложений часто распространяют свои приложения в виде платформенно-зависимых дистрибутивов. Например, для Linux один дистрибутив, для Windows другой дистрибутив. В этом случае должно быть абсолютно без разницы, что пойдет в платформенно-зависимый дистрибутив. Платформенно-независимый байт-код или сразу код целевой платформы. Следующий миф. А, ну, что такое, что быстрее Java и LSE++ не прошли за даром. Появилось огромное количество людей, которые считают, что динамические компиляторы однозначно будут статические, потому что они используют статический профиль исполнения. Над этим мифом мы будем работать весь наш доклад. Пока лишь я хочу сказать, что обоих подходов есть свои преимущества и недостатки. Но не всех удалось убедить, что динамические компиляторы круче, чем статические. Поэтому есть огромное количество людей, которые считают, что статическая компиляция это серебряная пуля для производительности Java. Хочу сказать, что это тоже неверно. Бывает, что статическая компиляция не разгоняет приложение или разгоняет незначительно. Почему я расскажу позже. Но хочу при этом еще сказать, что у статической компиляции есть еще и некоторые другие преимущества. Например, защита от декомпиляции кода. Всем известно, что из Java Byte кода довольно легко получить исходный текст. Если вы распространяете свои приложения в виде Java Byte кода, вы должны понимать, что вы фактически распространяете их с исходным текстом. Для машинного кода это не так. Я тут вас пытался все убедить, что динамичность Java не приносит никаких проблем для статического компилятора. Я вас нагло обманул. Есть такие возможности динамические, в которых в статических компиляторах могут быть проблем. Например, такая возможность, как бинарная совместимость. Она позволяет вам менять один слегка изменившийся класс, независимо от окружения. То есть, грубо говоря, вы меняете, вы отправите баг в каком-то своем коде, перекомпилируете ровно один исходник, ровно один класс файл подкладываете в нужное место, и ваша программа работает. И мало того, вы можете это делать на работающей программе, то есть на лету. Кроме того, это вам дает возможность маленьких обновлений. Как же статический компилятор с этим справляется? Ну, во-первых, конечно, статический компилятор тоже может компилировать все классы независимо друг от друга. Но это плохой статический компилятор, потому что, чтобы ваше приложение работало хорошо, быстро, то есть нужно в связи между классами оптимизировать. Например, подставлять один код из одних классов, код других классов. Как только это происходит, у вас тут же теряется независимость между классом. Вот значит, идут тарф-тарары, замена кода на лету и маленькие обновления. Ну, правда, эти проблемы тоже решаются и для статических компиляторов, но каким кровью и потом я вам сегодня рассказывать не буду. Следующая возможность динамическая, это называется пользовательские загрузчики классов. Умолчательная логика загрузки классов Java выглядит так. Вы складываете свои жары в класс Path, а JVM, поэтому Java класс Path их может найти в вашей классе. Это умолчательная логика. Но она провоцирует такую всем известную проблему под названием JAR-HOW. Это когда в вашем класс Path скапливаются сотни классов. Часто эти классы, сотня жаров в смысле. Часто эти жары, одни и те же жары, но разных версий. В результате эти жары разных версий начинают друг с другом конфликтовать, и вы получаете всякие разные интересные спецэффекты, с которыми сложно бороться. Частью в Java есть возможность переопределить умолчательную логику загрузки с помощью пользовательских загрузчиков классов. Вы можете спросить, а как же статический… А этой возможностью, кстати, часто пользуются в разных динамических фреймворках, таких как LibsRCP, NetBeansRCP, JavaEE, Tomcat. Вы спросите, а как же статические компиляторы с этим работают? Ну, во-первых, если вы напишите свой загрузчик классов, про который статический компилятор не знает ничего, то, скорее всего, он не сможет определить логику загрузки вашего класса, и все классы, загружаемые этим загрузчиком, пойдут куда? Джит. Однако, если вы будете использовать какой-нибудь загрузчик классов, который решает проблему JAR-HELL, например, это может быть Equinox OSG из Eclipse Runtime или Tomcat, но про который статический компилятор хорошо знает, такое приложение может быть полностью скомпилировано статически. Потому что давайте заметим, что в Java 8 нам обещают Java-модули System, которые тоже борются с проблемой JAR-HELL. И как только появится эта возможность, писать свои загрузчики классов практически отпадет необходимость. Ну, в общем, мы с мифами вроде бы закончили. Перейдем к началу, то есть сравнение JAR-HELL. И начнем с самого начала, то есть со старта приложения. Большинство уверены, что что что, а время старта приложения у статически скомпилированных приложений гораздо лучше, чем у динамически загружаемых. Потому что отсутствует цикл интерпретации, профилировки и динамической компиляции. Давайте проверим, а так ли это. Давайте, во-первых, разделим два принципиально разных старта приложения. Холодный старт – это когда ваше приложение стартует сразу же после старта операционной системы. И горячий старт, когда вы закрываете приложение и тут же открываете его заново. Многие могли заметить, что во второй раз приложение стартует гораздо быстрее, чем в первый. Почему так происходит? А это происходит потому, что в первый раз с диска грузится огромное количество данных. И мало того, оно грузится непоследовательно, что крайне медленно. Поэтому, зная об этом приколе, что второй старт быстрее, чем первый, многие задумывались, а нельзя ли уменьшить разницу между первым и вторым запуском. В результате чего многие операционные системы стали предзагружать часто используемые вами приложения. Например, Windows Superfetch. Многие могли обнаружить в Windows Task Manager один очень подозрительный процесс. Он вроде бы ничего не делает, но грузит огромное количество данных с диска. Этот процесс – это сервис из состава Oracle Жире, который занимается тем, что предзагружает платформенные классы и динамические библиотеки из Жире. В результате чего ваше приложение стартует гораздо быстрее, чем без этого процесса. Но надо понимать, что это такой некоторый трюк, такой, на прямое отношение к нашему разговору сегодня не имеет. Так давайте же посмотрим, а действительно ли АОТ быстрее в этой области. Давайте заметим, что машинный код, особенно хорошо оптимизированный машинный код, гораздо толще, чем JavaBite код. И в результате время, которое мы выиграем на отсутствии динамической компиляции, профилировки, интерпретации, проигрывается на том, что приходится грузить больше данных с диска. И вроде бы АОТ получается и не быстрее. А нет, АОТ быстрее. Потому что компиляция в единый исполняемый файл дает вам такую возможность, такое преимущество дает. Код, исполняемый на старте, можно расположить в начале экзешника. В результате ровно тот код, ничего лишнего. И этот начальный сегментик можно загружать последовательным чтением. Последовательное чтение – это быстро. В результате ваше приложение действительно стартует быстро. Если GVM с эстетическим компилятором обладает такими оптимизациями, вы вправе ожидать, что ваше приложение будет стартовать быстрее. Мы переходим к самой технически сложной части моего доклада. Вообще говоря, мы сотрудники компании Excelsior читаем полугодовой спецкурс на эту тему в Новосибирском государственном университете. Сейчас я вам попробую за 10 минут рассказать его краткое содержание. Во-первых, компиляторы тоже бывают разные. Самый простой из них действует так, что вижу, то пою. Это уже лучше, чем интерпретация. Однако это гораздо хуже, чем если бы компилятор, прежде чем сгенерировать код, провел бы над программой некоторые оптимизирующие преобразования. Если мы говорим об оптимизациях, то надо заметить, что оптимизация напрямую зависит от выбора внутреннего представления. То есть, грубо говоря, если вы попробуете проводить оптимизацию непосредственно на Java Byte коде, вы получите гораздо худший результат, чем если вы переведете сначала программу в некоторое внутреннее представление, более удобное для проведения оптимизации. Кроме того, часто оптимизация невозможна без предварительного анализа программы. То есть, без вычисления некоторых фактов о программе, которые могут быть использованы для оптимизации. Чем больше вы вычисляете фактов о программе, тем вы можете провести более качественные оптимизации. Поэтому, когда вы видите, что некоторый оптимизирующий компилятор поддерживает вот такой набор оптимизаций, это далеко не полный список, вы должны не верить глазам своим, а спросить, а на каком внутреннем представлении и с помощью каких анализов он это делает. Вот. Какие же бывают анализы? Ну, базовый анализ, классический такой анализ, это анализ потока данных. Он пытается вычислить по фактам известных некоторых точек в программах и перенести их на некоторые другие точки программы. Например, факт того, что переменная переслаивалась константа, может быть использована в месте ее использования, то есть может быть заменена загрузка переменных непосредственно на использовании константы. Далее. Заметим, что Java принципиально объектно-ориентированная платформа. То есть у нее есть много методов. Методы, как правило, маленькие. И самое обидное, что методы виртуальны. По умолчанию. Поэтому крайне важной оптимизацией для Java является дивиртуализация вызовов. Я думаю, что это открывает путь дальнейшей открытой подстановки. Маленькие методы нужно не вызывать, маленькие методы нужно подставлять вызывающий метод. Большие методы тоже хорошо подставлять вызывающий метод, потому что их можно специализировать. Дивиртуализация вызовов может делаться с помощью двух анализов. Первый из них — анализ иерархии классов. Это когда мы вычисляем, что если метод не перегружается, то он невиртуально, можно вызвать невиртуально. Второй — это типовый анализ. Базовая его идея состоит в том, что отновь созданных объектов можно вызывать методы невиртуально. То есть мы знаем тип, мы знаем, какие к этому типу методы прикреплены, поэтому мы можем вызвать метод невиртуально. Но также заметим, что все Java объекты создаются в динамической памяти, в JavaHip куча. Но при этом большинство объектов временные, и время их жизни часто совпадает с временем фрейма методов, где они создаются. Поэтому хочется эти объекты размещать на стеке, чтобы разгрузить Memory Manager и сборщик мусора. Чем меньше мусорим, тем меньше работает сборщик мусора. Но прежде чем мы сможем их распределить на стеке, нужно определить, не утекает ли объект в разделяемую память, то есть не сохраняется ли он где-нибудь в главал. Этим занимается Escape Analyze или анализ утечек. Но заметим, что и типовые, и Escape Analyze сильно боятся вызовов, особенно виртуальных. Вызовы для них — это такой черный ящик. Они должны предполагать, что там происходит все что угодно. Поэтому, во-первых, вызовы надо, конечно, сразу же дивиртуализировать, постараться. После чего для улучшения типового Escape Analyze можно попробовать их открыто подставлять. Но рано или поздно бюджет онлайна закончится, а вызовы останутся. Поэтому есть другой способ. Можно проанализировать все методы программы, вычислить некоторую необходимую информацию для тех же типовых Escape Analyze. И во время уже оптимизации какого-то метода мы уже знаем о методах. Методы уже становятся не черным ящиком, а белым ящиком. То есть анализ, который занимается анализом всей программы, называется глобальный анализ. Теперь давайте заметим такие факты про оптимизацию. Во-первых, анализы бывают довольно сложными. Они бывают даже квадратичными и кубическими по времени и памяти. Кроме того, известный такой факт, что одни оптимизации дают работу другим оптимизациям. Вот, например, стандартный пример. Мы подставили некоторый метод, протянули константы, вычислили констант на условии некоторого условного ифа. Одна ветка ифа отвалилась, мы ее удалили, и у нас снова появился бюджет для открытой подстановки. Это только один из вариантов, один из возможных, где оптимизация помогает другим оптимизациям. То есть нельзя один раз взять и все проанализировать, оптимизировать. Нужно повторять оптимизацию и анализ итеративно. Кроме того, заметим, что глобальный анализ, вообще говоря, зависит от всей программы. Поэтому встает такой интересный вопрос. А все ли это может себе позволить динамические компиляторы? Ведь они делят время и память самим приложением. Если по поводу первых двух анализов еще можно спорить, говорить, что бывают более простые анализы, которые дают хороший результат, или что можно не оптимизировать до бесконечности, то про глобальные анализы могу сказать, что это точно не для динамических компиляторов. Например, в нашей GVM со статическим компилятором мы результаты глобального анализа сохраняем на диск, потому что они не помещаются в память вообще. Можете ли вы представить, что динамические компиляторы когда-либо будут использовать диск для оптимизации? Я лично не могу. Но вы можете сказать, да кому нужны эти анализы? Ведь динамические компиляторы знают о программе все. Ну давайте разберемся, что же могут делать динамические компиляторы. Во-первых, они могут компилировать далеко не все. Они компилируют только то, что часто исполняется. То есть уж то, что по времени компиляции неоднозначно будет статический. Далее, динамический компилятор может увидеть, что некоторый код, некоторый вызов часто исполняется, и мало того, вызывается все время один и тот же метод. Тогда он может без всякого анализа взять и подставить этот часто вызываемый метод, вызывающий метод. Проводя эту оптимизацию многократно, динамический компилятор может увидеть горячий путь исполнения вашей программы, выстроить его, грубо говоря, в линейный участок, уоптимизировать его в усмерть. И в результате этот кусок кода начинает исполняться крайне быстро. Круто? Да, круто. Но давайте обратим ваше внимание, что профилировка не заменяет анализы. Грубо себе, например, представить, что вынос инвариантов из цикла будет делаться на основе профилировки. Кроме того, интересен такой вопрос. А может ли статический компилятор использовать динамический профиль исполнения? Отвертывая рвительный. Да, может. Мало того, некоторые C++ даже компиляторы умеют оптимизировать на основе динамического профиля. Но здесь есть другая проблема. Вам нужно собрать этот динамический профиль до компиляции. Это может быть сложно, неудобно, сложно автоматизируемо. У динамических же компиляторов всегда есть актуальный профиль исполнения. Это их, конечно, большое преимущество. Но интересен и другой момент. А что будет, если у приложения не будет ярко выраженного горячего кода? Вот стандартный пример. У вас толстый клиент, миллион формочек. Для этих миллион формочек, миллион кода. Но весь этот код исполняется один-два раза. В результате ваше приложение такое долго и упорно поднимается, тормозит долго. Потом оно разгоняется через некоторое время. Но вы его закрываете, открываете, и опять это все такое происходит. Есть такая проблема. Все мы все тут говорили о компиляторах, но вообще говоря, у Java приложения, кроме самого Java кода, есть еще код виртуальной машины. Это управление памятью, сборка мусора, синхронизация и многое-многое другое. В результате есть целый класс приложений, для которых именно качество самой JVM играет решающую роль для производительности. То есть если у вашей JVM плохой сборщик мусора, то какая бы, у него там было бы, в 7-5 в лбу не был бы компилятор, ваше приложение будет работать медленно. Либо заикаться. Кроме того, давайте заметим, что не весь код исполняется на стороне Java. У Java есть еще нативные библиотеки. То есть ваше приложение может общаться с графическим драйвером, либо с базой данных, файловой системой. И в результате может оказаться, что основной код исполняется именно там. То есть тормоза не на стороне Java, а на стороне базы данных, например. В этом случае, какая вы используете JVM, вообще может не играть никакой роли. Может быть, она даже дупо интерпретировать все. Ну вот мы тут все сравнивали какие-то абстрактные компиляторы динамические, статические. Давайте же перейдем от сферического коня в вакууме и посмотрим, какие же у нас есть варианты. Итак, за динамические компиляторы играют Hotspot Client, Oracle Hotspot Server, Oracle J Rocket, IBM J9, Java ME есть свой динамический компилятор. Ну, нет, мы не говорили, но там тоже, конечно, есть динамический компилятор. Со статические компиляторы выступают. GCG из GNU Compiler Collection, Excel Search Jet, у IBM есть свой тоже AOT, Java ME есть AOT, и в Тутнете, понятно, тоже есть AOT. Конечно же, качество самой реализации сильно играет на производительность ваших приложений. То есть, например, если мы будем сравнивать Hotspot Server с Hotspot Client, то Hotspot Client довольно простенький такой компилятор, который оптимизирующий, но довольно простенький. но он быстро компилирует. Hotspot Server же использует мощные оптимизации, но делает это медленно. В результате Hotspot Client гораздо быстрее прогревает ваше приложение. Hotspot Server медленнее. И Hotspot Client используется на клиентских частях, где важно, чтобы приложение грелось быстро, а Hotspot Server на серверной части, где приложение крутится многократно. про JVME у меня есть байка. Если кто хочет спросить, на вопросной части спросить, я вам про нее расскажу. Если говорить про DUT-нет, у DUT-нет даже есть два AOT. Один обычный, то есть при порождении экзешника, а есть еще AOT времени инсталляции. Так вот, последний AOT обладает всеми недостатками AOT-подходов. У него нет времени, чтобы их скомпилировать, оптимизировать хорошо, нет профиля исполнения. Если сравнивать GCG с Excel Surgeat, вообще говоря, GCG — это не Java. Он не проходит времени, не проходит тестов на совместимость, и вы не праве ожидать, что в результате компиляции у GCG ваше приложение заработает. Кроме того, у GCG довольно-таки древний компиляторный фреймворк. Если говорить про Excel Surgeat, это наш продукт, он, во-первых, он полностью совместим с Java, то есть это сертифицированная реализация Java. Во-вторых, там используется State of the Art оптимизации. В том числе, там есть глобальный оптимизатор, которого нет во многих компиляторах. Если сравнивать, интересный вопрос, кто же быстрее, Hotspot или Excel Surgeat? Ответ такой, никто не быстрее. У нас есть счастливые клиенты, которые покупают продукт, потому что их приложение разогналось и значительно разогналось, а есть люди, которые не стали нашими клиентами, потому что приложение не разогналось. Ну, если немножко говорить о будущем. Мы перешли в эру, когда настольные компьютеры плавно переехали на диван в виде лаптопов, планшетов и прочих радостей жизни. В результате на всех этих девайсах есть батарейка. Тратить батарейку на динамическую компиляцию, причем каждый раз на одну и ту же динамическую компиляцию становится довольно-таки неэффективным. Если же мы посмотрим на другую сторону наших реалий, то есть в облака, то хочу сказать, что производительность, лишняя производительность в облаках далеко не лишняя. Она очень быстро конвертируется в деньги. Надеюсь, вас убедил, что у GTO есть свои преимущества. И на наш взгляд, на мой в том числе, максимального эффекта мы можем добиться, если совместим эти два подхода. То есть будет GVM, у которого есть и хороший статический компилятор, и хороший динамический. Мало того, к этому все идет. Мы сейчас сделаем мощный динамический компилятор, а Oracle подумывает о том, чтобы сделать статический компилятор. То есть мы с разных сторон приходим к одному и тому же. Мы прослушали довольно-таки сложный технический доклад. Если вы чего-то не поняли, это ничего страшного. Но есть пара мыслей, которые я хочу, чтобы у вас осталось, тем не менее. Во-первых, дорогие Java разработчики, а также разработчики, которые в других языках, которые транслируются в Java by God, у вас отличия от разработчиков в dotnet есть большой выбор разных GVM. И если вы ломаете голову над какой-то проблемой вашей GVM, которую вы сейчас используете, попробуйте другую GVM. Возможно, там эта проблема уже решена. Например, проблема с памятью. И да, статическая компиляция Java возможно и дает преимущество. Это может быть производительность, это может быть защита кода от декомпиляции. Для этого это просто идеальное решение. А возможно, вы распространяете свои приложения на компьютеры, где нету, вы не знаете, какая Java или если она там вообще и хотите, чтобы ваши дистрибутивы были маленькие, то это тоже повод посмотреть в эту сторону. Спасибо за внимание. Я еще на вопросную часть хочу позвать одного человека, человека, который главный у нас по компиляторам, Павел Павлов. Выходите, пожалуйста. Павел Павлов. Возвращать будем вместе. Просто чтобы после этого самого этого всего дела приставали не только ко мне, но и к нему тоже. Здравствуйте. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, наверняка по правилу Парета 80% ускорения дает 20% оптимизации. Скейт-оптимизации самое стреляющее в вашем примере. Девиртуализация и открытая постановка методов. Можно еще раз? Девиртуализация и открытая постановка методов. Но чтобы ее делать, нужна девиртуализация, нужен анализ типов, нужен escape-анализ. Понятно. О которых мы говорили. Если у приложения разный профайл, ну то есть там первые пять минут оно делает одно, вторые пять минут другие, профайл постоянно собирается или он один раз собрался и все скомпилировалось? Ну, про джит. Конечно же, в джитте. Про джит. В статическом же нет этого. В статическом? Ну, статический компилятор вообще профиль не собирает. То есть он, потому что не запускает программу. Соответственно, если у вас поддерживается режим с профилем, то как это выглядит? То есть если кто-то писал на C++, то в общем в компиляторах C++ это давно-давно уже поддерживается. У вас есть некоторый тестовый запуск вашего приложения. Не-не-не. Вы запускаете, собираете профиль и потом его используете. И все. Нет, ну джит, вот в докладе звучало, что джит умеет собирать профиль во время работы. Вопрос такой. Вот у меня есть сервер. Там запускаем, в 9 утра все смотрят порноху, в 2 часа все читают новости и так далее. То есть нагрузка совершенно разная. Профиль собирается вообще в 11, когда никто не работает. Что будет с компиляцией? Чтобы… То есть вы про статический сейчас компилятор говорите все-таки? Я про динамический говорю, который смотрит на профиль, чтобы компилировать. Это зависит от, конечно, самого динамического компилятора, но хороший динамический компилятор, он смотрит, как меняется профиль во время работы приложения. И если он видит, что профиль сильно изменился, то он просто выкидывает результаты предыдущей компиляции и перекомпилирует заново, уже используя новые данные. То есть вот ваш JIT, он как раз умеет это делать? Наш… Мы делаем статический компилятор. У нас тоже, конечно, есть JIT, но он у нас простой. То есть он как бы пока еще простой. Будет по правосложению. По крайней мере, Oracle виртуальная машина, HotSpot, они делают именно вот так, как я сказал. Мы, возможно, будем в будущем делать то же самое, пока не делаем, потому что JIT у нас простой. И как бы, ну, основной пойнт нашей виртуальной машины это все-таки статическая компиляция и большую часть сил мы именно тратим именно туда. Давайте я уже отвечаю. Да что-то ты. Меня зовут Акурцев Евгений, компания Паралил. Правильно ли я понял, что для статической компиляции обязательно, что сервер, где компилируется, должен иметь ту же архитектуру, то же железо именно по архитектуре, что и сервер, на котором будет исполняться? Ну, это не обязательно, конечно. Бывают кросс-компиляторы. Но в нашем случае архитектура может быть… Ну, в смысле, что… Ну, то есть я компилирую, могу ли я скомпилировать на Аптероне? На Windows можете компилировать для Windows, для любых Windows. Нет, нет, нет. Не Windows. Я компилирую на Аптероне архитектура, там, соответственно, процессор Аптерон. А исполняю на Intel. В статистической комплинации мы, конечно, должны предполагать, что у нас архитектура будет самая мелкая, которую мы поддерживаем, то есть, грубо говоря, Pentium Pro. На самом деле, я попробую дополнить. Вообще говоря, конечно, архитектур много разных. У них разные там системы команд, у них разные там расширения, разные там тайминги, поэтому, конечно, можно затачиваться на какую-то одну из них. Но поскольку все-таки статический компилятор, когда машинный код, бинарный, который он получает на выходе, он может запускаться на любой машине из некоторого большого класса, то есть, коих целый зоопарк, то, конечно, он должен компилировать не для какой-то конкретной архитектуры, а для какого-то класса. Просто если компилировать… И класс архитектуры очень, на самом деле, легко выделить. То есть, четыре из больших класса. По одному измерению это Windows, Linux, по другому это 32-битная и 64-битная платформа. В этих рамках, то есть, если вы скомпилировали, например, для Windows 32-битная, то она будет работать на всех процессорах, начиная там, с Pentium Pro может быть, в том числе и на 64-битных, в том числе и на 64-битной системе. На Linux, естественно, работать не будет. Если вы, например, скомпилировали на Linux 64-битной, то тогда на 30-битных процессорах работать не будет. На 64-битных процессорах с 32-битным Linux работать не будет, а будет работать только на 64-битном Linux, кто работает на 60-битном процессоре. То есть оптимизировать под конкретную архитектуру, вот статические, допустим, что вот я знаю команды конкретные, что работают очень эффективно и быстро. Я не могу. Даже статическим компилятором. Ну, допустим, процессоры Итаниум старые. Нет, там другая архитектура совершенно. Нет, этого не можете. Я ни разу в жизни не видел машины со старым Итаниумом, честно говоря. Вы видели? Видел. Как вы считаете, рынок большой этот? Нет, не сильно большой. Если я не ошибаюсь, но этот прайс рынок тоже не сильно большой. Если я не ошибаюсь, то Oracle тоже дропнул ходспот для Итаниума. Да, я даже особо не поддерживаю. Нет, вопрос был о том, что динамические компиляторы используют ту архитектуру, на которой они запускаются, что делают статические компиляторы. Ну, во-первых, статические компиляторы тоже могут генерировать код платформенно-зависимый, но на самом деле инструкции, которые сильно чего-то там разгоняют, которые есть в разных реализациях ЦПУ, их не так много. Поэтому кода такого платформенно-зависимого в генеренном коде статических компиляторов не так много. У меня вопрос по инлайн-методам. Вы говорили, что когда мы выкидываем if, у нас освобождается место, что можем еще инлайн-метод ставить, да? Ну, можно, да. У вас появляется бюджет еще. Да, вот бюджет. А чем ограничено это? Бюджет — это как… То есть на самом деле инлайнить до бесконечности нельзя, потому что чем в итоге у вас получается огромный метод, это плохо, конечно же. Поэтому, конечно, у всех компиляторов есть некоторый бюджет, который он себе может позволить для инлайна. Если вы подставили какой-то метод, вы его сможете проспециализировать, то есть выкинуть из него какие-то куски большие, то у вас в итоге из-за того, что вы выкинули какие-то куски, может появиться еще место, чтобы заинлайнить другие методы. А почему огромный метод это плохо? А? Огромный метод, почему это плохо. Ой, разные есть причины. Но неэффективно. То есть, например, от этого плохо распределять регистров. То есть чем он длиннее, тем сложнее распределять регистры, к примеру. Ну и просто оптимизировать сложнее. Объем. То есть у вас увеличится задача, размер задачи увеличивается, и все начинает стревать, грубо говоря. Спасибо. Последний вопрос от Интела и все тонкости статической компиляции Java в кулуарах. Спасибо. Сергей Катков, Intel. У меня вот такой вопрос. Я не прошу вас раскрывать именно ваших клиентов, но тем не менее, мне было бы интересно узнать, в каких областях, крупного уровня, где у вас требован статический компилятор в реальных случаях. Ну, например, японский автопром. Весь. Ну, американская военщина. Вся. Ничего еще сказать. Ну, 1С, например. Ну, не знаю, из наших. Никита, спасибо. Никита доступен в кулуарах. Вообще, на самом деле, ребята вдвоем доступны в кулуарах. Подходите к ним, спрашивайте, и они будут рады вам ответить на все ваши вопросы. Мы будем рады ответить. Спасибо всем. Спасибо.